Магаданские инженеры, проектировщики и маляры отпраздновали День строителя. Лучших наградили в Муниципальном центре культуры. Завершили ремонт участка дороги на улице Парковой. Там уложили почти 2000 квадратных метров асфальтового покрытия. Сотрудники государственной автоинспекции спросили у водителей, каким бы они хотели видеть дороги Магадана. Акцию провели на 14-м километре основной трассы. Мэр Магадана проверил работу очистных сооружений. С начала этого года комплекс работает на полной мощности. Косолапые воришки таскают рыбу из сетей, не стесняясь людей. Видео в рубрике «Мобильный репортер». В День строителя сотрудники предприятия «Тепломонтаж» поздравления принимают на рабочем месте, на ремонтном участке возле улицы Транспортной. Специалисты занимаются ремонтом инженерных сетей и тепломагистрали, а также работают с теплоэнергетическим оборудованием. Мэр Магадана вручил трём сотрудникам благодарственные письма и подарки. Предприятие «Тепломонтаж» у нас было предприятием года, и руководитель был признан человеком года, Александр Павлович Долбня. Это предприятие, которое обеспечивает надёжное теплоснабжение города Магадана в период отопительный, горячее водоснабжение. Они как раз сейчас работают на очень ответственном участке, от него порядка 35% населения города Магадана получает отопление и горячую воду. И они же делали нам Советского, они же делали Пушкина, они делали на Ровчатого, Горького улицу на двух участках. Празднование Дня строителя продолжили в муниципальном центре культуры. Поздравления от мэра Магадана и министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Колымы приняли несколько десятков работников предприятий, которые связаны с этой отраслью. Благодарности за добросовестный труд получили инженеры, проектировщики, маляры, штукатуры и представители других строительных профессий. Строительство только разворачивается у нас на территории. Надо сказать, что за последние годы мы достроили практически весь недострой, который был муниципальный, мы его весь достроили. Это тоже очень показательно. Это в основном жилые дома, конечно, и заселили людей туда по программе переселения. Это замечательно. Построили частные сооружения, канализация. Это же прекрасно. Такого уровня объект здесь на Дальнем Востоке один такой. Ну а сейчас грандиозные планы по строительству объектов социального назначения тоже замечательные. Школы, детские сады, они очень нужны городу. В строительной сфере на Колыме трудятся около 10 тысяч человек. В 2020 году в области начнут реализацию национальных проектов. Для этого необходимо еще 20 тысяч рабочих рук. Помимо приглашенных специалистов на работу, планируют брать выпускников магаданских вузов, которые будут трудиться под руководством опытных наставников. Прокуроры выявили около 9 тысяч нарушений, для которых задействовали 1244 представителя. В суд направили 613 дел. Раскрыли более 500 дел антикоррупционного законодательства. В них участвовали 84 сотрудника прокуратуры. В Магадане прошло заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Магаданской области. В работе приняли участие руководители региональных органов государственной власти, главный федеральный инспектор по Магаданской области, региональные уполномоченные по правам человека и защите прав предпринимателей. Сотрудники обсуждали основные направления деятельности, а также планы на будущее. Результаты, которые мы сегодня будем подводить на полугодовые коллегии прокуратуры Магаданской области, в целом мы оцениваем как положительные. Прокуратура в целом сработала по всем направлениям деятельности, которые возложены на органы прокуратуры положительно. Конечно же усилия были много потрачены в сфере ЖКХ, невыплата заработной платы, защита социальных прав граждан, борьба с преступностью. То есть много других аспектов, которые на сегодняшний день наделены полномочиями прокуратуры. В первом полугодии раскрыли более полторы тысяч нарушений и создали около 30 целевых программ на развитие региона. По итогам заседания коллегии Генеральной прокуратуры Магаданской области определили приоритетные направления в деятельности и приняли меры на улучшение состояния законности на территории области. В Магадане завершили ремонт первого объекта в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0». Мэр Магадана Юрий Гришан и губернатор Колымы Сергей Носов оценили готовность участка проезжей части тротуара. На улице Парковой от Марчиканского шоссе до Гагарина уложили почти две тысячи квадратных метров асфальта высотой 15 сантиметров. А также установили 300 метров бортового камня и сделали два парковочных кармана. Сделали, в общем-то, неплохо. Старались. Конечно, эксплуатация покажет. Я хотел бы отметить, мы говорили об этом сейчас и с мэром, о том, что в рамках реализации нацпроектов особое внимание обращать на комплексное благоустройство. И я считаю, что это очень важно. Именно это оценят люди. Не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Участок дороги введут в эксплуатацию в ближайшее время. Работы должна принять экспертная комиссия. Помимо этого, ремонтируют лестницу возле Магаданской областной больницы. Там сейчас готовят площадку для ступеней и пандуса. На ремонт дорог в Магадане в этом году из федерального бюджета выделили 121 миллион рублей. В течение пяти лет планируют отремонтировать 34,5 километра проезжих частей и тротуаров. Магаданский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы 27-летнего мужчину. Он с августа по декабрь 2017 года рассылал несовершеннолетним девочкам фотографии сексуального характера и переписывался с ними на интимные темы. Жертвы он находил на просторах социальных сетей. Пострадавшими стали пять детей, которые не достигли возраста 16 лет. Двум из них мужчина писал, когда находился в Новосибирске. В ходе расследования уголовного дела осужденный не признавал свою вину по определенному обвинению и отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Срок следствия составил более 8 месяцев, что было обусловлено необходимостью этапирования его из города Новосибирск в город Магадан, где с ним были произведены необходимые следственные и процессуальные действия. Также суд запретил подсудимому 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. У него есть 10 дней на обжалование решения суда. В Магадане прошла ежегодная акция «Общественный совет за безопасность дорожного движения». Сотрудники государственной автоинспекции совместно с членами городского объединения «Поколение» провели анонимный опрос среди водителей города. Лично с людьми беседовал заместитель председателя общественного совета при Министерстве внутренних дел России по Магаданской области Алексей Мурлин. Он задавал вопросы о качестве дорог. Также сотрудники государственной автоинспекции узнали у автомобилистов, какими бы они хотели видеть магаданские дороги. В ходе опроса с участниками дорожного движения было установлено отношение к сотрудникам госавтоинспекции несущей службы на территории Магаданской области, отношение к организации дорожного движения на территории Магаданской области, а также учтены пожелания участников дорожного движения. Сотрудники государственной автоинспекции остановили для опроса более 20 человек. Также людям за сотрудничество вручили памятные листовки и светоотражающие фликеры. Мэр Магадана Юрий Гришан и новый генеральный директор УССР Владимир Никитин посетили очистные сооружения биологической очистки сточных вод. Им показали, какие этапы обработки проходят стоки, прежде чем попасть в реку Магаданку. Полный цикл очистки воды – 36 часов. Сначала она попадает в первичные отстойники, проходит этап механического очищения, затем бактерии, которые содержатся в или расщепляют вредные органические вещества. Самая главная очистка идет именно активным мылом. Это 99% очистки идет оттуда. Потом идет процесс отстаивания его, чтобы ил отдельно вернуть на работу дальше. А чистая вода проходит через ультрафиолет, убиваются все болезнетворные бактерии, микробы и все прочее. И здесь уже абсолютно безопасно это вода сбрасывать. Предприятие УССР занималось стройкой объекта на протяжении 10 лет. На полной мощности очистные сооружения работают с начала этого года. Осталось снизить показатели содержания в воде азота и фосфора. Для этого необходимо построить фильтровальную станцию. Ее стоимость – более 200 миллионов рублей. Этой работой займется также УССР. В перспективе, как обсуждалось, проект фильтровальной станции для данных сооружений, для приходов до определенных проектных показателей. Но, в принципе, будут заказы, будем строить. Сейчас на очистных сооружениях в сутки все циклы проходят 35 тысяч кубических метров воды. Это половина максимального объема. В 2020 году планируют также установить вторую центрифугу для обезвоживания осадков. Тогда комплекс будет работать в замкнутом режиме. Мэр Магадана Юрий Гришан и председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов проверили исполнение наказов избирателей депутатам городского законодательного собрания. Перечень сформировали в начале этого года. В него вошло асфальтирование дворовых территорий, а также озеление и благоустройство школьных площадок. Программа наказов избирателей, она формируется на основании встреч с жителями. В ноябре прошлого года такая встреча у нас очередная состоялась. И вот были даны определенные пожелания. В частности, это вот заезд к дому Приморская 1-1А. Это благоустройство Приморская 5. В этом году эти вещи будут сделаны. Будет положен асфальт. И тем самым наказы в этой части будут выполнены. В детских садах номер 61 и 58 уложили по 300 квадратных метров асфальта. Помимо этого, до начала учебного года там необходимо привести в порядок детские площадки. Также осмотрели 4 двора на улицах Полярной, Пролетарской и Приморской. Там планируют заасфальтировать дороги до конца этого года. В крайнем заседании Магаданской областной думы было некое непонимание между департаментом САТЭК и депутатами о реализации наказов избирателей в 2019 году. Я постарался этот спор остановить и сказал, что я сам проеду и все посмотрю. И те ключевые моменты, которые нужно оставить, программе мы безусловно оставим. Программу реализуют с 2012 года. Ежегодно в нее входит несколько десятков мест, которые необходимо привести в порядок. В этом году на реализацию программы выделили около 28 миллионов рублей. Все работы завершат в следующем году. Рыба особенно вкусная, если поймал ее не сам. Мобильный репортер заснял, как косолапые воруют улов из сетей, совершенно не стесняясь рыбаков, которые стоят буквально в нескольких метрах от мишек. Автору видео пришлось повысить голос на бурого воришку, чтобы тот оставил рыбу в покое. Че ковыряем? Ну-ка пошли отсюда. Ну-ка бегом. Уй, ты я тебе. Спонсоры рубрики – магазин «Мастерок». МТК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер ватсап 8-900-14-869-24-89. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Разумная экономия от МирАнтенн. Оплати абонентскую плату кабельного телевидения на год вперед и получи два месяца в подарок. МирАнтенн. Смотри и экономь. Торговый центр «Идея». Телефон 300-100. 10 августа в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Спонсор выпуска погоды компания «Крас». «Крас» – мы работаем для вас. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92.